Всем привет! Сегодня я распаковала посылочку с новыми сортами картофеля от Козлова Сергея Владимировича Нижегородской области. О нем я узнала из видеороликов известного блогера Натальи Петренко. Решила заказать картофель, именно у него 9 сортов по 1 килограмму. И сейчас я вам покажу, что отправил мне Сергей Владимирович. Сорт Рикардо, среднеспелый сорт немецких селекционеров. Глубень овальный, с глазками средней глубины, кожица у него красная, мякоть белая. Сорт Киви. Здесь попалась одна гнилая картофелина, но остальные вполне приличные. Очень интересный сорт, тем что картофелины очень похожи на плоды киви. Действительно, они имеют такой же окрас и шероховатость. Сорт Наташа, немецкий сорт 2000 года, раннеспелый, имеет желтую кожицу и темно-темно-желтую мякоть. Сорт Чайка выведен в Кировской области. Кожура гладкая, желтоватая, среднеглубокие глазки, мякоть плотная, нежно-кремовая. Клубни этого сорта пришли как крупненькие, так и помельче. Сорт Сынок, его еще называют Богатырь. Пришел с ростками сорт, пришел очень некачественный. Гнилой, как вы видите, он прям гнилой картофель. Ростки очень большие для октября месяца. Такое ощущение, что это прошлогодний картофель. Вот посмотрите, здесь был как будто бы росток толстый. Его убрали и рядышком пошел маленький росточек. Может такое быть или нет, я не знаю. Может ли и картофель долежать. Прошлогодний, до этого сезона, ну вот такой картофель пришел. Хотя картофель сам должен быть неплохой, круглой формы, с тонкой кожуркой. Цвет желтоватый, мякоть у него должна быть кремовая. Атолио. Среднеранний немецкий желтый картофель. Клубни удлиненные, овальные, крупные. Сорт Увника перуанский, с высокой ботвой, красные клубни, с желтой мякотью и уникальным вкусом. С одного куста собирают до 15 крупных клубней. Евростарч это немецкий овальный картофель, с желтой кожурой и белой плотной мякотью. Очень интересный сорт. Сарпа Мира, картофель венгерской селекции, устойчив к фитофторозу. Средний, поздний, цвет кожицы у него красноватый, а вот мякоть у него белая. Распаковав эту посылку, я была немножко в замешательстве, потому что качество посадочного материала, которое мне послали, ну, если только на троечку, наверное, тянет. Я думаю, что вы и сами уже посмотрели и увидели, какие недочеты были в этом картофеле. Показала вам в этом ролике все как есть. И уже, я думаю, что вам решать, покупать такой картофель или нет. Всего доброго, пока!